Очень интересно у нас с вами, братья и сестры, православие, отношение к чуду. С одной стороны, мы так любим чудеса, а с другой стороны, мы рассматриваем их даже порой как некий соблазн, который как бы заставляет нас столь поверить. Не чудо должно приводить к вере, а вера должна приводить к чуду, совсем наоборот. Вот это наш принципиальный подход. Сначала веруешь, а потом все чудеса и случаются. И в принципе, я, наверное, в этом духе-то и воспитан был в семье священника. И когда впервые в жизни попал в Иерусалим, в Великую Субботу, то больше всего, что меня поразило в этот самый день, что это такое ежегодное обязательное чудо, обязательно чудо, во-первых, оно обязательное уже само по себе, что немножко так странно звучит, но вот это вот обязательное чудо ожидается людьми куда больше, чем сама Пасха. И меня это внутренне, ну не то чтобы возмутило, но некий осадок оставило. Осадок отношения человеческого. Бог все равно милосердует над человеком, и это чудо совершает. И огонь благодатный всегда исходит. Но вчера я посетил престольный праздник своего брата, отца Валентина Тимакова, покрова Пресвятой Богородицы Медведкова. И один батюшка просто хорошо-хорошо рассказал историю этого праздника, который я, например, толком не знал. И что запомнил, попробую с вами поделиться. Сами понимаете, это со слуху, с одного раза, без прочтения, без всего. Но дело в том, что этот праздник гораздо древнее, чем мы его с вами отмечаем. Но у нас есть предание, что некий преподобный Андрей Еродиевый на воздусе увидел в Лохердинском храме Матерь Божия. А это было во времена наших русских князей Дира и Аскольда. Но суть заключается, что вообще-то этот праздник, не праздник, вернее, а событие. Событие. Событие это отмечается, наверное, с пятого века нашей эры. Со времен царицы Пульхерии, императрицы Пульхерии Константинопольской. Но самое интересное, что этот праздник отмечается только у нас на Руси. В греческой православной церкви его нету, этого праздника покрова Пресвятой Богородицы. Мы православные, мы единые. Вот праздник и событие случилось в Византии, в Константинополе. Мы отмечаем, греки нет. А событие началось с того, что эту самую императрицу Пульхерию, она рассорилась со своей снохой, и император отправил ее в ссылку. Ну, ссылка была достаточно почетная, потому что она поехала то ли по своему выбору, то ли еще как-то, но по святым местам. И оказалась в Иерусалиме. Только что мы с вами отмечали праздник воздвижения Чеснага Живопорящего Креста Господня, который тоже, в общем-то, произошел в этом самом городе, но за 150 лет, наверное, до этого. А вот эта царица Пульхерия приехала в Иерусалим и вела себя, естественно, как императрица, как царица, власть имущая, и начала знакомиться с людьми, которые там проживали. А у нее изначально было огромное почтение, великое почтение к Матери Божией. И она собрала все те святыни, которые могли находиться в Иерусалиме. Что это были за покровы Матери Божией, какая ее одежда, это уже никто не знает. Но все она, в конечном итоге, прислала Константинополь. И до этого был выставлен в Константинополе особый храм почитания, рис Матери Божией, который назывался Влахернском храме. И вот как повествует предание, с тех пор, как там поместили эти одеяния Матери Божией, там было, нет, не язык ладне, а ежедневное, обязательное пятничное чудо. То есть, в пятницу, каждую пятницу, покров Матери Божией, аммофор Матери Божией сам подымался в храме и висел некоторое время. Обязательно по пятницам. И когда мне это рассказали, я так вот сам по себе удивился, говорю, вот как же так-то? Это что такое, что переживали люди, жившие тогда? Да, что, видя это чудо, в конце концов, в общем-то, отнеслись к нему именно обыденно. Да, приходили, славили Матери Божию, но вот каким-то образом в чинопоследовании богослужебным это, в общем-то, так и не было зафиксировано. И, соответственно, это продолжалось в этом самом Волхемском храме до, по сути, своего разорения Константинополя. Еженедельное пятничное чудо, покров Матери Божией. В какой-то момент, естественно, и Христа, иродивый Андрей действительно увидел Матерю Божию, которая держала покров над всеми людьми. Причем этот покров распространялся над всем храмом, а Матерь Божия, которую он увидел, была огромного роста в Волхемском храме. Мы ее изображаем на иконах наших, на Ническе. Мы ее изображаем приблизительно в таком же росте, как и те присутствующие, которые присутствуют в храме. Она была огромного роста и держала над всеми этот свой покров. Русское предание доносит на нас то, что это были Дир и Аскольд, которые пришли войной на Константинополь, и своими судами угрожали страшно разорению города. И по предстательству Матери Божией все корабли русские потопали, утонули. И остался Дир и Аскольд фактически ни с чем. И это привело к тому, что первые наши русские князья приняли крещение и принесли весть об этом празднике на Руси. Многие говорят, что это событие сомнительно, мне сказать трудно, но во всяком случае на Руси с тех пор этот праздник отмечается очень и очень здорово и крепко. И очень важно, что он для нас является, казалось бы, русским позором, позором русского оружия, и однако вместе с тем мы понимаем, что это слава Божия. И дальше тоже очень-очень интересно. На Руси эта иконография тоже становилась постепенно изображением Матери Божией. И очень часто ее изображали со свитками. Сначала она стояла предстоящая, смотря лицом, а потом в конечном итоге ее стали немножечко разворачивать, в три четверти. А ворот, она была повернута ко Христу и молилась ему за народ. Господи, помилуй этот народ. Да за что же его помиловать-то? Да. Был ответ у Христа. И все равно Матерь Божия молилась и молилась и уговаривала Спасителя. И для меня это очень тоже значимо. Вот мы с вами этот праздник помним и проним именно так, что представительство-то к ней, ты защити. Не за что меня помиловать-то, а ты проси своего сына, и он нас помилует. То есть это тоже наше, наверное, с вами осознание, осознание внутреннее, что помиловать-то нас не за что. Что грешны мы так, что, в общем-то, ни конца, ни края не найдешь наше прегрешение. И вот, может быть, именно еще и поэтому, из-за этого самого осознания своей такой подлинной и глубинной греховности нашего русского народа, этот праздник к нам с вами привился крепко-накрепко. И мы знаем, что мы можем молиться к Матери Божией, которая сама по себе является упощенной любовью. Любовью к сыну своему и любовью к народу, за которой она стоит. И она всегда представительствует с нами здесь. Так представительствует, что мы эту любовь ощущаем и чувствуем. И мы недаром говорим, что Русь – это удел Матери Божией. Один из ее очень важных уделов. И храмов Покровских на Руси не счесть. И соборов, тем более, Покровских тоже на Руси не счесть. Потому что так мы ее почитаем и знаем, и любим. И слышим ее представительство, видим, зрим ее представительство. А вот чудеса в мире прекращаются и оскудевают. И мы сейчас уже знаем об этом чуде с нехосхождением благодатного огня. И оно нам скептически кажется странным. Ну а с другой стороны, мы никогда не остаемся без чудес. И я делился с вами, и еще раз поделюсь вот этой великой радостью, которая произошла в нашем храме. Я считаю, что это великое чудо. Не знаю, все слышали, не все слышали. Думаю, что не все. Но когда пришли сегодня, наверное, многие в храм, увидели новую икону на фасаде храма. Приехали ко мне друзья старые из Питера, мозаичники, и сказали, а давай храм попробуем немножечко было бы украсить. А я говорю, да, мне денег нет. Мы с тобой, говорит, побольше. Мы договорились, и они должны были после Пасхи привезти мне икону. Но что-то у них не заладилось. И привезли они ее только в понедельник прошлый, накануне Сергея Радонежского. Ну, после службы я посмотрел на икону. Она мне вполне-вполне приглянулась. Ну, я ее, правда, видел по фотографиям тоже и одобрял. А здесь вот непосредственно увидел ее живьем. Она мне приглянулась, эта икона. Вот, ну, как? Надо ставить икону на место. Сначала надо с ней вынуть старую иконочку. Она у нас была написана картоночкой. Написана в 70-е годы. Ну, и иконография, я не могу сказать, что меня сильно удовлетворяла. Как-то я так всегда, ну, вот, сердечко сжималось, когда я проходил. Ну, как же так вот на таком замечательном московском храме и такая вот иконография. Ну, как-то она неподходящая. Ну, я знаю, что она была написана в 70-е годы. Ну, вот, и это, значит, соответственно, эту иконочку-то вынимают. А под ней еще одна иконочка. Тоже знамение иконы Матери Божьей, которая была изначально в этом храме. Сокрыта. Сейчас же мы ее, естественно, вынули. Письмо изумительное. Хорошая его письма 19-го века, икона. И, короче, вот, она утрачена, конечно, здорово утрачена. Ее надо реставрировать. Ну, мы уже договорились с реставраторами, они ее, безусловно, починят. Но это, оно так и называется, чудо обретения иконы. Вот память у нас с вами на нашей с вами жизни. И так вот нас Господь посетил. Это, чтобы вы знали хорошо. О том, что с нас с вами случается. Такие вот великие чудеса. И как наша Матерь Божия своим покровом, своим предстательством, молитвенностью все равно не оставляет. Так что хранит вас всех Бог, братья и сестры. Спасибо. Будем радоваться, что не только в Ивахерском храме ежепятничные чудеса случались. Не только в Иерусалиме случаются ежегодные чудеса. Но у нас хотя бы изредка, но тоже подлинные настоящие чудеса случаются. Происходит обретение иконы. Благодарю вас всех Бог. Праздник у вас всех. Поздравляю с великим праздником. Спасибо.